В наших программах мы часто рассказываем о том, как солдаты принимают присягу. А сейчас мы решили рассказать вам о том, как военнослужащие проходят службу. Сегодня мы отправимся в воинскую часть 35748. Там сегодня как раз пройдет присяга, ну и расскажет, как проходит служба. Итак, поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Торжественное построение на плацу призывники готовятся принести присягу. Азад Жолдасов из Атеррау сначала хотел пойти в авиашколу, но потом решил идти служить в погранвойска. Таких как Азад здесь сегодня 80 новобранцев. Они клянутся верности Родине, а затем их ждет курс молодого бойца и обучение всем премудростям воинской службы. Солдат должен защищать свою страну и всегда быть готовым к любой опасности, любой трудностям. Мы обязаны перед Родиной, перед президентом нашей, перед своей семьей. Ну а дальше опытом делятся те, кто прошел курс молодого бойца. Это те ребята, которые знают толк в военном деле. Военнослужащие воинской части 35748 готовы всегда, круглые сутки, стоять на страже безопасности. Старший лейтенант уже после присяги демонстрирует новобранцам универсального снайпера, который в совершенстве владеет боевым мастерством и может нести службу в сложнейших условиях. Вы видите, здесь автоприцел, он берет притяжение на 10 километров минимум. Дальше идет сборка автоматов. Сержант Абдикаримов показывает мастер-класс по сборке автомата Калашникова. Сержант уже отслужил более года. Боец рассказывает, что в нашей армии есть чему поучиться и здесь созданы для этого все условия. В воинской части 35748 есть отличная современная база для прохождения воинской службы. И солдатам срочной службы, и контрактникам. Это целый военный городок в Шимкенте. Условия все созданы. Благодаря заботе нашего верховного командующего, президента республики Казахстана, Нурсултана Абишевича Назарбаева, в наших вооруженных силах проходит службу солдата срочной службы, которые обеспечены всем необходимым. А в завершении экскурсии мастер-класс. Каз новобранцам показывают уже опытные спецназовцы. Ребята демонстрируют мастерство владения оружием. Защищать свою родину обязан каждый уважающий себя гражданин. Если даже по каким-то причинам вы не служили в армии, то вы обязательно должны в любое время суток встать на защиту родины. Мира нам и процветания!